Михаил Михайлович, по 12 августа. Для нас это очень значимый праздник, День Военно-Воздушных Сил. Мы планировали по плану ветеранской организации его отметить, так как мы все здесь в гарнизоне ветераны войны, ветераны труда, все связаны с авиацией. Поэтому есть такое мнение ветеранской организации, и мое личное, в очередной раз обратиться к вам, чтобы вы нам помогли организовать вот это мероприятие. Чтобы концерт был такой более часа, вот в таком разрезе, что-нибудь ветеранам может администрации даст грамота или что-то невозможно. Вы никогда нам не отказывали в этом направлении, поэтому какое видение у вас? Вам концерт нужен, да? Концерт однозначен, потому что у нас так выпало, что все заняты, коллективы, которые... Все там прям как партия у нас, как это называется. Ну, надо, наверное, не просто. Хорошо, мы же делаем концерт. По времени? По времени, я думаю, не будем менять, как всегда, на 10 утра. На 10 утра? Да. А сколько людей, примерно? Я думаю, что людей будет до 300. Ну, это опять будут военные, да? Военные, у них работа боевая. Они по учениям не получатся военные, да? Возможно, что будет минимум от них. Ну, будем как-то совместно, как всегда, вот. Хорошо. Хорошо, это мы сделаем. Я сегодня же поеду, согласовываю. Надо зряхнуться. Значит, объявление надо, чтобы хоть по 10 объявлений сделать. Сделать. Да, именно, что... Некому не было протеста, как вам, в очередной раз. Что именно, что вы это делаете. Для меня это важно, для людей важно. Потому что вы много в этом гарнизоне сделали. Вот в очередной раз я хочу вам передать посвящение вот этих вот домов. Уже мы бились. С 18-го года 4-й квартал висит. Попрошу вас, вот с беликом свяжитесь. Чтобы как-то вот... Передаю вам лично, потому что в ролике будут люди смотреть об этом. Ну, и будут видеть. Может, застряли конкретно. Дома делаются, а света нет. Это 1-го сентября на носу, опять дети будут идти. Смотрите, мы со своей стороны хотим сейчас подписать... Это мы... Это все понятно. Мы... Что касается... От меня зависит. 12-го августа мы вам поможем? Однозначно поможем. Концерты поможем. Постараемся какие-нибудь подарки сделать ценные для... Ну, как обычно мы делаем. Ну, да. 6-й сестеранов в Великой Цветной войне мы можем. Да, да, да. Может быть, сделаем там какой-то мини-столмак. Ну, подумаем. Просто сейчас выбор не будет. Сейчас любое нейтральное действие расценивается в Конкурент. То есть, с одной стороны... Конкурент у нас есть плановое... С одной стороны, мы с вами каждый год это делаем. Мы постоянно делаем. Да, постоянно делаем. Да, но с другой стороны, если смотреть с точки зрения избирательного законодательства, это могут расценить конкуренты как... Пусть наши ролики смотрят. Там все, каждый год одно и то же. Ну, понятно. Поэтому даже выборов не было все равно. Я сюда это не будет аргумент. Смотрите, я сейчас, знаете, что хочу. Мы сейчас подписываем общественные заговора. Так, расскажите, что это такое? Это те обязательства, которые мы берем на себя, как партия Единая Россия, я как кандидат от Единой России, по выполнению которых мы обязуемся в течение определенного промежутка времени, в случае нашего избирания, в случае, ну, как бы, в моем случае это мы в любом случае будем делать. Потому что со мной работать придется вам в любом случае. Выбрали меня, я депутат Заксабра, не выбрали, я глава. Поэтому мы это в любом случае будем делать. Мы будем, вот, что касается вашего участкового избирательного камин, вашего участка, мы хотим у вас однозначно сделать ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения по улице Южногородска и улице Федоровская. У нас, допустим, на Южногородске до сих пор нет канализований. Вы знаете, да, ничего нечего здесь. Также здесь существует на Федоровской затоплении, и все равно нет в некоторых домах проблем с канализованием. Дальше. Разработка и реализация комплексной программы по решению проблем нехватки спортивных секций и кружков для детей и молодежи на северной стороне. У нас на северной стороне, как бы, все знаем, мы как отдельный анклав здесь. Людям, чтобы добраться до города, надо ехать, ну, допустим, отсюда сначала на автобусе, потом на катере, потом опять сидится на автобус. Поэтому надо развивать детско-юношеский клуб. По мнению нашего руководства парки, по моему личному мнению. Сегодня, не скажу, что не хватает, но все-таки теряется вот эта нить патриотического воспитания, патриотического духа. Посмотрите, он вечером идти в город на северной, молодежь пил. И когда это в городе Герой? У нас сегодня борются с наливайками, говорят, что молодежь спивается. С одной стороны. А почему молодежь? Зачем с наливайками бороться? Просто там не надо алкоголь покупать, она сама по себе закроется. Правильно? Но у нас же надо же как-то людей, детей все-таки прививать. Потому что то, что показывают сегодня по телевизору, смотреть невозможно. Это пропаганда нездорового образа жизни. Это вот мой вопрос. Дальше. Гремонт дома культуры, обустройство прилегающей территории, поселка Любимовка. Знаете, да? У вас на Софии Перуковской есть дом культуры. Да. Мы неоднократно. Мы сейчас там поставили элементы благоустройства, мы поставили скамейки, мы поставили. Мы что могли своими силами сделать, муниципалитетом. Поставили некоторые качели. Но там нужно комплексно подходить к решению этой проблемы. Там нужно и тротуар менять, там нужно и высаживать зеленые насаждения, и как бы обустраивать сквер вокруг этого дома культуры. Мы с Овсянниковым договорились, когда он был буквально за день до его снятия, я был у него, и он обещал выделить там 7 миллионов рублей на ремонт этого сквера, на благоустройство сквера. Мне сейчас новый городоначальник, надо знать его мнение по этому поводу, но все равно я считаю, что это сделать обязательно надо. Там отличное место, очень красивое, географическое, такое затемненное. Мне очень нравится, поэтому жители просят, мы однозначно там будут благоустроены. Дальше. Инициировать открытие круглосуточной аптеки на северной стороне. У нас не то, что в Любимовке, у нас круглосуточная аптеки по-моему нет вообще на северной стороне. С одной стороны, конечно, это не есть проблема государства. Сегодня бизнес, он частный. Государство и бизнес по отдельности идут. Если, как говорится, нет покупательской способности, то здесь нужно пытаться что-то сделать, чтобы открыть государственную аптеку. И сделать так, чтобы она была благоустроена. Ну, вы помогли нам открыть аптеку, спасибо. В гарнизоне сделали, ну, помучились, конечно. Спасибо за аптеку. Транспортное обслуживание северной стороны. Это вообще больное тело. Когда рейды закрыты, здесь можно многотысячные митинги на Захарова собирах. Легко открыто. Другими в этом нету. Более того, сегодня часто запустили несколько паромов, один из которых постоянно поломанный. Есть проблема еще в том, что ходят паромы только летом. Зимой паромы не ходили. Это тоже... Я считаю, что ущемляются права жителей северной страны. Более того, у нас, насколько я знаю, 7 катеров, с которых ходят только 4 катера. Это тоже не право. И когда рейд закрыт, то, что дерут жители северной страны и севера втридорого, это недопустимо. Дальше. Совместность с департамом здравоохранения обеспечить качественное медицинское обслуживание населения северной страны поселка Любимовка. Вообще, на 8-м избирательном округе на северной стране проблема какая? Вот я вижу, здесь нету роддома. Не дай бог что, везут через весь город. В летнее время это можно попасть в многочасовую тропку там в Интермании стать и так далее. Второе. Нету травмпунктов. Нету детской поликлиники. И мое убеждение, я это уже говорил и говорил с Аблимой, и говорил с другим руководителем города, что детская поликлиника наверное должна быть в рамках каждого муниципалитета. И в Верхнесадовом, и на северной стороне, и на Качи, и в Андреевке, и везде. Потому что нет ничего дороже, чем жизнь людей. Особенно детей. Понимаете? Поэтому это самое дорогое, что у нас есть. Дальше. Последняя. Организация совместного партийно-общественного контроля за работой углубляющей компании в севере. Убор на подъездах, влага, санитарное состояние домов и так далее. Вот так я спасательный муниципалитет. Если у меня получится пройти в законодательное собрание, я вот вижу, основная проблема в том, что нет полномочий. На местах у муниципалитетов нет полномочий. Если бы у нас были полномочия те же самые, которые в материковой части России, там где управляющая компания является муниципальным предприятием и подчиняется муниципалитетам. То есть вы бы могли спокойно позвонить мне, позвонить мне, позвонить моей помощнице Кате, позвонить там своему депутату, там Тумару, там Родиону, все равно кому. Посмотрите, попросить. Это в вашем ведомстве, вы ее контролируете, сделайте так, чтобы было все хорошо. Мы же со своей стороны сегодня, чтобы повлиять на управляющую компанию, мы не можем им отдавать приказы, потому что у нас разделение четкое. В Крыму управляющие компании являются муниципальными, у нас государственными, и сейчас их приватизируют уже часто. Мое мнение, управляющие компании должны быть муниципальными, для того, чтобы действительно могли жители осуществлять общественный контроль. Вот касательно того, что мы хотим взять на себя, подписывает этот договор я как кандидат, подписывая Вафина Р.С. Супович, он кандидат по списку, и подписывает сам Дмитрий Владимирович как руководитель партнера. Вы его тоже подписываете, один экземпляр остается у нас, один экземпляр остается у вас. То есть, это, опять-таки, те обязательства, которые мы берем. Хорошо, Михаил Михайлович, если обязательства не выполняются, долгий срок будет, какая там технология? Там есть технология даже в отзывах, я вам так скажу. Вы всегда можете прийти, как бы у нас нету намерений не выполнять обязательства. Почему? Потому что в следующий раз вы всегда можете эту бумажку достать и сказать, вот вы обещали, вот как нам вам теперь верят. Это и делается с тем самым, чтобы понимать это, что нам необходимо сделать для именно вас. Хорошо, вы где-то вот по Нахимовскому району, с Патальному управу обобщаете это вот все? Вот у нас все обобщено. Оно есть на какой-то вот... Я вам больше скажу, сейчас наказов по всему городу собрали уже около 70 тысяч. И партии их разделили по пунктам, допустим, транспортные, проблемы здравоохранения, ЖКХ и так далее. Передали сейчас новому губернатору, чтобы он мог их решать. Ясно. Михаил Михайлович, вот я хочу озвучить еще одну тему. 1 сентября наступает у нас. Опять у нас нет ни зебры, ни обозначения пешехода. На выезде в гарнизон. Помогите... Это надо записать вам, Юр, вам. Это однозначно, потому что автобусы, я же просил, ездил на Микензи, в ходе перевозчика, все автобусы пустить по кругу. Обещал, опять не получилось. Опять дети сейчас будут идти в школу, создается аварийная обстановка, он задом сдает. Вы сами видели. Несколько раз мы присутствовали. Ладно, мы порешали вопрос, эти 33 миллиона, на этот дом 49-й по Федоровской будет Ливневку это делать. Это спасибо. Вроде бы сказали, что звена с августа начнется вот эта. Что еще вы планируете в этом году по авиационному гарнизону Бельбе сделать? Примерно успеете. У самолета, да? Да, в этом году самолет. Ну, я вам, опять-таки, я повторюсь, у нас нету возможности сделать все. И денег, я журнал, я это знал. У нас на Химовский район, он огромный, и каждый что-то просит, и каждый что-то делает. Везде надо, каждый люди приходят. Постоянно, поверите, у вас еще не так все плохо, как, допустим, на корабельной стороне, где домам там по 100 лет, откуда, по сути, начинался Севастополь, и нету ничего. Ни газа, ни канализации, вот это полонная бухта. Люди живут непонятно как. Мы туда выезжали уже много-много раз, и там нет возможности даже сделать эти очистные сооружения, ничего нет возможности, понимаете? Поэтому будем, конечно, чуть-чуть. Будем делать. Все равно постепенно, постепенно. Хотелось бы, вот что я... Я думаю, добрород победит зло. Ну, да, 1 сентября, чтобы для детей вот освещение. Я вас очень прошу, жители мне не дают прохода вот этой Федоровской. Против до храма или... Можно вписать. Да, вот про освещение можно на самом деле вписать. Михаил Михайлович, параллельно к этому вот, что Михаил Михайлович сказал, или Михаилович. Михаил Михайлович, вопрос такой. Вчера разговор был на улице Федоровская, начиная от нашей остановки и до Белевича, вдоль горы, которая идет улица. Там нет освещения, никогда там и не было его. Сейчас военных только один вес в гарнизон. Идут крупные тоннажные машины грузовые. И когда идет автобус, там практически беда может случиться. Улица Федоровская, четные дома. Столбы есть, улица не освещена, ни одного фонаря нет. Жители жалуются. Я постучал в ближайшую дверь, спросить жителей, какие у них проблемы по этой улице Федоровской, четные дома, начиная от остановки и до Белевича. Вот оказался мой старый знакомый, главный энергетик нашего авиагруза на Белебек. Гена, ну давай, рассказывай. Ну что, рассказывай, сколько я здесь живу, у нас всегда по этой улице проблемная. Раньше, в советское время, здесь на каждом столбе было фонари, висели, освещение было, дорога была, транспорт меньше было. Сейчас очень много трансов уже пошло, военной машины, дорога узкая, тротуара нет, и сейчас люди по этой дороге ходят, машины ходят, они шарахаются в сторону или вот кусили в бровки, чтобы машину пропустить. В общем, требуемое, письмо писали, подпись собирали по улице, чтобы нам эта улица сделали тротуар как положено и освещение. Освещение. Ну и до сих пор все это. И сколько лет вы уже бьетесь? Да, боже, мы бились еще при Украине, еще при Украине мы бились, чтобы нам все сделали, как в Россию вошли, письмо вы уже писали уже здесь года два-три назад, собирали подписи. Ну и все, сдвига нет. Ну вот видите, улица действительно узкая, я сам на машине сейчас здесь езжу, если идет грузовой транспорт, то практически приходится тормозить, прятаться куда-нибудь. А если две машины не могут уже заедать. А если автобус с грузовой машиной встречаются, то вообще проблемы возникают. Видите, столбы есть, проблемы нету, столбы есть, но нет освещения на улицах. Ну и тротуара никакого нет. Ну тротуара тоже нет, конечно, да. Где, чтобы люди ходили. Во времена СССР на въезде с перекрестка, там где заправочная, сюда стоял знак, грузовым транспортом, запрещено движение с той стороны. Автобус мог проезжать свободно. Сейчас там освещения нет. Люди очень просят, чтобы где-то там муниципальные объединения нашло возможность провести освещение улицы Федоровской от нашей остановки, от центральной, до конца, до заправочной туда. Екатерина, допишите сюда в договор, что нам освещение этой улицы. Федоровская, Белевича, да? Отсюда, от гарнизона до Белевича. Это вот вдоль горы идет улица наша. Где идет автобус рейсовый идет? Федоровская. Жители очень просят. От 37-го номера по 37-й до храма пророка Ильи. Вот эта улица. По улице Федоровской. Да. С номера 7-го по номер 37-й до детской площадки. 39-й. 39-й, 39-й, да. До храма пророка Ильи. Это в обязательном порядке. У нас же тут живут два ветерана Великой Честной войны. Вот представьте, как он с внуками, с правнуками, и они выходят сюда. Главное говорить о улице, которая не улица еще здесь. Надо латать ее, потому что невыносимо людям проходить с детскими колясками. Мы уже несколько раз озвучивали вот это. А по освещению мы же решали вопрос. Белик здесь находился у ДОТа год назад. Решали. Приезжали на место с Горсвета. 10 киловатт выделили они. Но ВОЗ поныне и здесь находится. вот это вписать. И впишите, чтобы нам зебры и знаки пешеходного перехода на въезде в гарнизон. Это то, что нам нужно первому сентябрю. Остальное мы как-то будем решать попозже. Я доложу ветеранской организации и, наверное, если 12-го у нас все сложится по празднованию ВОВС, все эти моменты, которые я подписал с Михаилом Михайловичем, потому что много вопросов за эти два года он нам помогал. В любых вопросах он помогал, никогда не отказывал. Единственное, что если бы, я думаю, у него были деньги, мы с Николаем Валентиновичем Птицыным много сюжетов снимали по этому и видели, как это все происходит, то мы бы здесь зажили бы получше в гарнизоне. Вот второй участок, что я назвал по улице Федоровской, это получается от наших кольца у нас аптека стоит. Это может подкачать. Будем так, Федоровская 12, в основном Федоровская 16, это все четные дома пошли и до Белевича, до конца, до Заправочной. Улица, я не помню, какие последние номера, но там все четные номера. Все четные, да. Все моменты на протяжении вот этих двух лет в письменной форме озвученной у Михаила Михайловича находится, у вас где-то ответы мои запросы, то есть у нас нет тех тем, которые мы не озвучили за эти два года, поэтому только осталось что-то подделать. Что мы еще не озвучили? Нам 1 сентября дети, автобус вот этот, автобус, чтобы ходил по Крову по Мельсии. Я решал с переводчиком. Я буду писать одежду, это не в общественном докторе. То есть мы приезжали, мы с Трубатом приезжали туда, он обещал нам сделать. Лучше стало. По Кругу как? По Кругу 52, чтобы все автобусы по Крову ходили, чтобы не было такого, что они подъехали на остановку и сдавали задом. Вот сейчас. А там людей куча. А с 1 сентября появятся дети, а детей у нас в гарнизоне более трехсот. Вот представьте, что это будет происходить. И все в один момент должны уехать в течение полчаса. А при въезде в гарнизон вы имеете в виду перед самолетом, да? Да, перед самолетом. Вот здесь. Ни зебры нет у нас никакой, нет пешеходного перехода. И водитель не знает, как ему везти, и пешеход не знает, куда броситься. Уже мы неоднозначно озвучивали, Николай Валентинович, да? Да, там даже я посекундное время снимал, как идет с 8 до 9, когда дети в школу идут. И машины в гарнизон въезжают. Там каждые 3-4 секунды машина идет либо в ту сторону, либо в другую. Такой ролик есть за прошлый год сейчас снимали перед школой. Уже адрес, желание, контактный телефон и подпись сегодняшней. Михаил Михайлович, я подписываю вот это с надеждой, потому что вы никогда нам не отказывали вводить в положение вот в первом сентябру. Первоначально вот это. Сегодня у нас шестое, да? Все? Все. И второй, один у вас, один у меня остается. Я как председатель Совета ветеранов, я ветеранам доложу, у нас ветеранов более 200 человек, они с пониманием относятся и знают, что нам никогда не отказывали ни в какой ситуации, поэтому будьте добры и в дальнейшем помогите разрулить вот эти ситуации. Вы знаете, что у нас контролирует что-то. Уважаемые жители авиационного гарнизона Бельбек, сегодня по моей просьбе к нам прибыл председатель Нахимовского муниципального округа Брицын Михаил Михайлович. Значит, все вопросы, которые касаются жизнедеятельности авиационного гарнизона, с ним в течение двух лет обговаривались и в письменной форме ваши пожелания были ему донесены. Оно у них все находится в администрации, ответы на это все находятся у меня. Я подписал с ним сегодня от имени ветеранской организации общественный договор, в котором из ролика будет видно мы указали очень острые моменты жителей гарнизона, которые необходимо устранить в ближайшее время. А это первоначально первому сентября осветить вот это освещение улицы это сделать по Федоровской от седьмого номера по тридцать девятый до храма пророка Лии и детской площадки установить нарисовать зебры и знаки пешеходного перехода на въезде в гарнизон. 12 числа по обговоренным ранее направлениям будет начато строительство ливневки по улице Федоровской номер 49. Эти моменты, которые первоначально я освещаю и которые будут делаться. И 12 числа концерт день ВКС России. Не забывайте прийти в парк авиатор. Да, но мы будем делать по-старому, потому что еще Ельцин был подписан день ВВС, мы будем отвечать как день военно-воздушных сил. А уже ВКС был подписан в 2005 году, по-моему, или 15-м. Вот эти войска. Поэтому просьба всех ветеранов прибыть сюда на концерт, который будет 12-го числа в 10 часов на 0 минут в соответствующей форме парадное внестроя, чтобы этот праздник надолго запомнился и принес радость ветеранам Великой Отечественной войны, которые у нас находятся в ветеранской организации. Шесть человек, это пять женщин и один мужчина, корневу Григорий Александрович, которому исполнилось в этом году 23-го января 90 лет. Будем его приветствовать, возможно, администрация какие-то подарки ему вручат. Еще хочу, чтобы в ролик по ветеранской организации вошла вот эта фотография давнейшая. Многих людей на этой фотографии уже нет в живых, но чтобы люди, которые их знали, вспомнили, что такие люди заслуженные в нашем авиационном гарнизоне Бельбек находились. Эти люди проходили службу в разных частях нашего гарнизона, но коли у нас сейчас общественная организация общая авиационного гарнизона Бельбек, поэтому эта фотография дорого для меня и для всех людей.